Аппаратное совещание У нас на контроле остается ситуация по трём муниципальным образованиям, там где у нас были перебои с поставками угля, потому что сейчас на дровах мы температурного режима, вот такие морозы не сможем добиться, поэтому на контроле держим Сурский, Радический, Барышевский район. Снегопады внесли свою лептой в работу транспортной инфраструктуры. Для дорожников они стали настоящей проверкой на прочность. Максимальный выход техники составил 243 единицы в день. По городу Ульяновску максимальный выход составил 86 единиц техники. За прошлый период было сделано свыше тысячи рейсов по вывозу снега с улиц. Всего вывезено 10,5 тысяч тонн снега. По городу Димитровграду максимальное количество задействованной техники составляет 28 единиц. Следует отметить, что в Димитровграде, так как и в Ульяновске, принято решение о том, что в дневное время работает половина техники, в ночную смену делается основной упор. Александр Смекалин отметил, что при уборке снега проезжая часть не должна сужаться. Этот факт вызывает критику со стороны автолюбителей и пешеходов. Для агрария снегопады, наоборот, стали благим событием. Обильный снежный покров позволяет лучше сохранить всходы озимых культур. Подготовка к весенним полевым работам идет полномерно. Опасения у нас на сегодняшний день ничто не вызывает. Безусловно, хочу сказать еще раз, наша задача – это сохранить уровень посевной площади не ниже прошлого периода. Если у Минсельхоза ничего не вызывает опасения, то такие опасения есть у губернатора. Глава области подверг министра резкой обстоятельной критики за невысокий темп по подготовке к весенним полевым работам. Мы находим в февраль месяц практически через пару раз в год. У нас до сих пор распоряжение подготовки к весенним полевым работам. Это вообще просто нонсенс, безобразие. В начале февраля Общественная палата области совместно с федеральными коллегами запустит проект под названием «Что не так?». Планируем 9 февраля провести его на территории Ульянской области с участием Валерия Александровича Фадеева, секретаря Общественной палаты Российской Федерации. То есть, что он из себя представляет? Это, во-первых, уличный опрос той проблематики, которая на сегодняшний день волнует наших граждан, и широкая встреча с общественностью, где выступят наши самые яркие общественники. Александр Чепухин также обратил внимание на проблемы, которые волнуют жителей области больше всего. Среди них отсутствие уличного освещения, бродячие собаки и необходимость участия общественности в приемке домов. Губернатор дал распоряжение обратить внимание на все указанные вопросы. Окончательно подведены итоги социально-экономического развития области за 2017 год. Промышленность наша прибавила, как она уже прибавляла последние 12 лет. Несмотря на определенные проблемы там по ряду отраслей, все равно мы обеспечиваем очень высокий уровень промышленного производства в динамике лет. Почти на 20% увеличился объем сельскохозяйственного производства за последние два года. По этому показателю Ульяновская область находится в числе лидеров по Волжье. В заключении аппаратного освещения поговорили о подготовке к фестивалю науки, который пройдет с 5 по 11 февраля. Особенность этого года, в чем отличие от предыдущих фестивалей, но прежде всего в том, что в этом году происходит перезагрузка Совета молодых ученых региона. Губернатор обратил внимание на усиление работы по сопровождению и поддержке молодых талантов в области. В регионе должно быть сделано все, чтобы юные ученые не покидали его пределы в поисках лучшей доли. Егор Цтов, Юрий Конихин, Новости дня, Ульяновская правда. Субтитры создавал DimaTorzok